Дорогие друзья, сегодня у нас маленький мастер-класс в свете происходящей во всем цивилизованном мире в 130-летней годовщине со дня рождения Лазаря Лисицкого. Лазарь это его подлинное имя, а артистический псевдоним Эль. Ну, опустим, что отчество у него Марс Духович. У вас наверняка в голове какая-то легкая каша происходит, и вы вспоминаете сказку о том, как прилетели на Землю какие-то квадраты, потом вдруг появился между ними красный треугольник, которым начали долбать белых. Это были те замечательные времена, когда советская страна вставала на свои крепкие ноги, и Лисицкий в этом ей всемирно помогал. У меня существует цикл работ, которые привязаны неким образом к супрематизму. Это некое новое осмысление гениального совершенно художественного течения прошлого века, 20-х лет. И вот я сейчас на ваших глазах постараюсь сделать графический лист в технике коллажа на тему Лисицкого. Некоторое количество ингредиентов приготовлены в мастерской, которые на ваших глазах я смонтирую, и на финише мне бы очень хотелось получить готовое произведение. Начинаем. Так, значит, вот у нас замечательная белая бумага. Я хочу, чтобы она стала одной из подкладок на моем черном формате. И я сейчас буду ее готовить. Так, открыли баночку от творожного сыра. И там, о, тут не сыр, тут совсем даже не сыр. А тут лежит пастель и соус, которые мы сейчас поработаем. Ну, поехали. То, что тут происходит, меня не совсем устраивает, но мы, что называется, находимся в работе. И по чуть-чуть послегка корректируем происходящее. А вот еще пастелька. Этой пастелькой мы пройдемся поверх соуса. Так, вот. Замечательный звук. Материала по бумаге. Растираем. Не растирается. Добавляем. Вот так вот. Примерно вот так вот. Вот так вот. И сюда еще. Добавим. Вспоминаются гениальные рекомендации старшего поколения. Углубим, добавим и расширим. Вот это самое происходит на ваших глазах. Ну, немножко можно сказать про технику коллажа. Одну из моих любимых. Когда ты берешь готовую цветную бумагу. Правильное название. Бумага, крашеная в массе. Вот. И с этой бумагой начинаешь движение к миру и прогрессу. На финише которого появляется замечательный результат. Вот это черный соус. Который решительным образом перебивает серые подкладки. Вот так вот. следы от пальцев. Надо быть предельно осторожным. Чтобы они не вылезли где-нибудь в ненужном месте. Так. Вот так. Как хорошо. Вот. Чтобы нам было удобнее работать, мы сейчас развернем газету «Моя любимая Новая Сибирь». И подкладочку с брызнем лаком. Сильной фиксацией, которая обладает замечательным качеством. Очень быстро, практически, моментально высыхает на наших глазах. Вот. практически все высохло. Ну что. Опа. Треугольник красный свалился у нас. Все просто идет замечательно. Благодарю вас, Александр. Так. Значит, у нас треугольник будет примерно здесь, подкладочка примерно тут. И мы ее хотим разорвать. Вот так вот. Рвем. Вот так вот. подрываем, чтобы она была немножечко в динамике. Так, прикинули. Замечательно. Нас все устраивает. Так. Фиксируем подкладку на нашем черном формате через мой любимый аэрозольный клей. Ну-ка. Вот так вот. Отлично. просто прекрасно. Немножечко прижмем все происходящее. Так. Теперь вот у нас красный треугольник, олицетворяющий жизнетворчество Лисицкого. Но я думаю, для того, чтобы немножечко усилить эффект его присутствия на листе, мы обозначим на нем букву Л. для этого я сзади сделала разметку, по которой мы сейчас превратим треугольник в две части, одна из которых слегка напоминает прописную букву Л. Так. Режем здесь. Режем Режем Замечательно. Замечательно. И снова в очередной раз пользуемся нашим волшебным клеем. Приклеим вторую часть. Замечательно. Так. Вот. Ну, надо вспомнить биографию Лисицкого, который родился в провинциальном местечковом месте деревеньки под названием «Починок». А потом, после окончания некоторых классов церковно-приходской школы, началось его стремительное образование, в котором присутствовало и обучение за рубежом, и в России. И вот в 2020 году Казимир Малевич, это имя известно всем, пригласил Лисицкого преподавать в художественной школе в Витебске. И, собственно, там произошла их эпохальная встреча. И я подумал, когда начинал работу над своим произведением, что неплохо было бы каким-то образом обозначить эти две большие личности. И придумал, что лист мой будет называться «Встреча Лисицкого с Казимиром Малевичем». А для изображения Малевича я вот сделал из пластика. Пластик этот был сделан отечественной промышленностью в прошлом веке при социализме, и называется «Шагреневая кожа». Он сделал черный квадрат. Вот. Сами понимаете, что я имел в виду черный квадрат Малевича. И сейчас мы этот черный квадрат закомпонуем вот, скажем, вот сюда. Так. Отчиркнем линеечки там, где он должен находиться. Снова возьмем наш волшебный клей, который клеит все. Я не пробовал клеить им железо на картон, но пластик садится великолепно. Клей противный, конечно. С рук его убирать сложно, но можно. Можно приговаривать волшебные слова типа «Шмяк сидит на своем месте». Как тут и был. Чувствую, что некая образовалась незагруженность в верхней части моего листа. И для этого я приготовил форму мягкую, овальную. Я хочу ее закомпоновать где-то вот здесь. Так. Сейчас мы отметку сделаем. Вот примерно тут. Отрезали. Небольшой кусочек. Если предыдущие куски мы монтировали внахлёст, то этот сделаем стык. Ну, посмотрим куда. Вот сюда, наверное. Вот так вот. Хорошо. 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 Так. Обозначим. Невидимой линией обозначили. Так. Нос. В очередной глаз. Мы поливаем клеем все происходящее. И накладываем. Вот кусок наш. Так. Осталось приклеить еще парочку мелких элементов. Волшебная серебряная лента, купленная 30 лет тому назад на творческой даче в Винтере. Это Латвия. И сейчас эта ленточка в очередной раз послужит воплощению нашего замысла. Так. Вот так вот. Немножко подрежем ее в концы. И ее самое подровняем. Вот так. Отлично. Ленточка благополучно приклеилась одна к другой. Сейчас мы попробуем их разлепить. И надо будет нам вот этот вот в этой зоне. Некие графические элементы, которые являются завершающими в нашей композиции. Это направление, в котором я работаю, я сам лично называю формальным. Вот. А фигуры, которые в результате у меня получаются, я называю ласково формалюгами. Вот очередная формалюга у нас с вами на финише своего изготовления. Есть такой тезис. Александр Ильич, можно попросить у вас карандаш? Наверняка должен быть где-то тут в анналах. Блэрис. Так вот, тезис такой. Художник, если тебе не стыдно за свою работу, подпиши ее. Разметил карандашиком, а сейчас обведу фломастер. Тут написано мое имя латинскими буковками. В свое время первый раз я показывал произведение из этой серии во французском городе Анжи и подписывал на французский манер. Это не просто Миша, это Миша. Ну вот, собственно, работа готова. Я ее демонстрирую вам с чувством глубокого удовлетворения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.